И вот, в связи с того, о чем мы сейчас говорим, я знаю, здесь есть люди, которые хотели бы задать этот вопрос, потому что его задавали мне, и я хочу вот твое мнение тоже по этому поводу услышать. Каждый из нас когда-то приходит к пониманию того, что либо он недостаточно знает Бога, либо он его знает недостаточно близко, либо он вообще его пока еще не знает. И очень говорят, знаете, вот так вот смотришь на проповедников таких, знаете, крупных таких, ну да, ему-то просто говорить, он же он какой крутой, он же, наверное, с Богом каждый день разговаривает, как мы там за своими родственниками. Возможно, да, возможно, нет, никто этого не знает, потому что в тайной комнате, да, зная наша тайная, воздает явно. Но когда мы говорим о начале выстраивания взаимоотношений с Богом или возвращении к отношениям с Богом, хочется получить какой-то совет, с чего начать. Потому что, знаете, многие говорят, я уже и то пробовал, и это пробовал, но не разговаривает со мной Бог, не хочет, что он со мной разговаривает. Так ли это? Если да, то как сделать, чтобы Бога начать слышать? И как выстраивать свои отношения с Богом с первых дней? Да, слава Богу. Есть у нас библейский пример, и он работает, это действует. И то, что в моей жизни Бог делал, я увидел, что это работает. И мы учим не то, что то, что мы учим знанием, а мы учим то, что работает. И вся Библия, она действительно живая, она работает. И мы имеем верное пророческое слово уже. И когда я уверовал, Бог начал говорить. Самое интересное, что когда я еще был во грехе, Он начал говорить. Многие говорят, что Бог с грешниками не говорит. Очень хорошо даже говорит. Написано, и полюбил нас. Не когда мы уже были хорошенькие такие, знаете, а когда мы еще были грешники. Через то мы понимаем, что Его любовь, она безусловная, бескорыстная. И я знаю, что Бог, Он прежде всего говорит. И что Бог мне сказал? Знаете, Он мне не сказал, что я такой хорошенький, знаете. Наоборот, Он сказал, что я не очень хорошенький, и что я нуждаюсь в Его крови, я нуждаюсь в Его жертву. Все, что я сделал на тот момент, я послушался Его. И знаете, что говорит Иисус сам об этом? Слово Божие тоже об этом говорит. И Павел тоже об этом говорит. Он говорит о том, что мы должны с вами распинать свою плость с нашими похотями, страстями. И вот слова Иисуса. Он говорит, когда отнимется ваш жене, то будут поститься. Я тогда не понимал, почему Господь часто мне говорил о постах. Не было четкого понимания вообще, как это делать. Потому что я не был ни православным, ни католий, я атеист. Слово пост для меня было вообще таким абстрактным. Это какая-то голодовка просто. И знаете, когда я обнаружил, что я не могу бороться с грехом. А вы знаете, что говорит Писание? Что сей рот не изгоняется, как молитва и постом. Был такой страшный момент у меня, когда я почувствовал, обнаружил в себе страшную зависть. И когда кто-то выходил свидетельствовал, я не мог порадоваться за этого человека. У меня страшная была зависть просто. Я не мог сказать аминь ни с кем. У меня внутри просто болел живот. Говорят же, живот болит от зависти. Реально, оказывается, этот бес то ли что, он живет где-то в животе. И почему когда зависть начинает болеть живот? Почему в народе говорят, живот где-то от зависти болит, да? Вот такое слово есть, да? И самое интересное, я нахожу этот стих, где Иисус духом после крещения, он ведет его дух святой в пустыню. И там он находится в посту, в посту, в молитве. И возвращается в силе духа. И начинает свое служение. И Господь мне четко говорит, я хочу, чтобы ты взял трехдневный пост. Я говорю, Господь, я даже не знаю, что это такое. Иду к пастору, спрашиваю, пастор, что это такое пост? Он говорит, я запрещаю тебе держать пост, потому что ты еще младенец, у тебя проблемы будут с животом, с головой. Я говорю, но пастор сказал, нельзя, как бы надо слушаться. Но я стал чувствовать, что все-таки пастороначальник-то это Иисус. Кого справедливее слушать надо больше, чем Господа или человека. И, конечно, я после этого слушался. Я взял пост. И знаете, со мной начались реальные перемены происходить. Во-первых, я стал лучше слушать Иисуса, слышать. Потому что плод, это такое препятствие. Почему Писание говорит, плод противится духу. Это один из опаснейших союзников дьявола, из-за которого вы имеете препятствие слышать голос Божий. Поэтому написано, когда плоть наша немощна, слаба, то дух силен. И вот во время поста стали раскрываться дары. Стал усиливаться пророческий дар, видение, сновидение. И через три дня я получил свободу от зависти, от курения, от алкоголя. Вы понимаете? Многие люди годами ходят в церковь и не могут освободиться. И в них пичкают знания. Но знания надмевают. Вам надо практические шаги делать, не просто знания. Ну, к сожалению, корейцы так не думают. Корейцы пичкают знаниями. Им не важно. Плод сидит, дух там. Лишь бы учить. Просто я больше десяти лет служил в Корее, с корейцами. И могу им прямо заявить о некоторых их слабых сторонах. К сожалению, они их не слушают. Корейцы это еще уникальные люди. Благословляю их, конечно же, да. Они могут слушать пророчества и тут же сказать. Да, это от Бога. Но мы все равно сделаем по-своему. Вот эта культура сама, пропитка, знаете, вот эта языческая. Пропитка. Я думаю, в Израиле люди имеют опыт в этом плане. Хотя в Израиле гречников тоже хватает. Но нам всем надо пропитаться некоторыми достижениями, которые Бог уже ведет в некоторых народах. И знаете, интересно. Огромный прорыв пришел ко мне через посты. Я не говорю о больших постах. Я не рекомендую даже вам брать сорокадневные посты. Потому что пост тоже может быть гордостью. Поэтому надо быть очень осторожным. Я никогда не думал, что человек, который держит пост, может стать гордым. И я видел людей, которые не с правильным мотивом держали пост, стали одержимыми людьми. В них вошел дух гордый. Поэтому рекомендую небольшие посты брать вначале. Два, три дня. Такие посты, как двадцать дней, или тридцать дней, или сорок, это брать надо только по откровению. Очень много людей умирает. И я не думаю, что это план Божий, чтобы умерли люди столько много. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...